Здравствуйте! Прямо моего доклада «Автоматизированный количественный анализ сульфидов на примере высокобарических гранат пероксиновых породках Читавского массива». Массив расположен на северном Казахстане. В его пределах выделяют два крупных блока – Кулецкий восточный и Кундекольский западный. Эти блоки разделены зоной Чеблинского разлома. Породы, изучаемые в данной работе, относятся к алмазоносному Кундекольскому блоку, были отобраны с отбалок месторождения Кундеколь, которые вот здесь используются. Оценки пикаметоморфизма составляют более 4 ГПА и 1100 градусов Цельсия. Возраст пикаметоморфизма для пород Кундекольского блока оценивается в 330 миллионов лет. Для изучаемых гранат пероксиновых пород характерны полосчатые текстуры с выраженным чередованием слоев, как видно на рисунке 2. Слои зеленого цвета сложны преимущественно клинопероксенам, коричневого – гранатам. Содержание сульфидной минерализации в этом образце варьирует, еще во всех образцах варьирует в различных прослоях. Гранат и клинопероксен в породе образуют порфиробласты, наблюдаются как включение гранатов в клинопероксене, так и клинопероксенов в гранате, что указывает на их совместную кристаллизацию. Отличительной чертой, способствовавшей сохранению реликтов в глубинных ассоциациях в породах данного массива, являются высокие скорости эксгумации пород. В данных породах сульфидная минерализация довольно долго оставалась без должного внимания, поскольку считалась низкотемпературной и наложенной на эксгумированные породы. Однако позже были сначала описаны полипазные включения минералообразующей среды, расположенные в порфиробластах гранаты, содержащие сульфиды. Работа хванга 2002 года. И затем были также хвангом уже в 2013 году описаны полипазные, в составе полипазных ламелей высококалевого клинопероксена сульфиды. А как известно, этот ламелин высококалевого клинопероксена является признаком ультравысоких давлений. Эти находки позволяют нам предположить, что сульфиды также являются участниками процесса субдукции и требуют более внимательного изучения. В данных породах все сульфиды были разделены на три типа. Сульфиды матрикса изображены на рисунке А. Они расположены между зерновым пространством и имеют контакты с различными зернами минералов. На рисунке Б изображены сульфиды типа включения, которые расположены в отделах одного зерна, как правило, это либо гранат, либо гранат. И на рисунке С изображены сульфиды, заполняющие трещины. Сульфиды различных типов были представлены перитом, пиротином и халькоперитом, зачастую в виде вот таких интересных срастаний в различном процентном соотношении. Нам было интересно подсчитать процентное соотношение этих минералов для разных типов сульфидов. И с этой целью мы внедрили автоматизированный метод с помощью специального программного комплекса. Подсчет соотношения минералов в целом является очень распространенной в геологии задачей. При этом точно подсчитать минералы на глаз невозможно, и отменить погрешность этого метода тоже не представляется возможным. Более точные оценки получаются при обработке изображений вручную в каких-нибудь графических редакторов. Но это очень трудоемкий процесс, который отнимает большое количество времени. Поэтому для автоматизации процесса был разработан программный комплекс. Этот программный комплекс состоит из трех частей. Это программа для обучения модели сегментации изображения, то есть непосредственно определение минералов, пользовательский веб-интерфейс для работы с изображениями и также серверная часть. Программа для обучения модели сегментации получает на вход выборку размеченных изображений, то есть это связка изображения и маска минералов, и возвращает бинарный файл с весами обученной модели. С помощью специальной метрики, на графической изображенной на слайде, смысл ее в том, что множество А – это маска, размеченная вручную для минералов, множество В – такая же маска, полученная с помощью нейросети. Отношение пересечения этих множеств к их объединению является некоторым коэффициентом, который варьирует от нуля до единицы и как раз показывает качество работы нейросети. Единицу достичь, в общем, это невозможно, пока нет ни одной такой нейросети описанной, но когда этот показатель превышает 0,5 – это уже, в целом, неплохо работающая нейросеть. Процесс обучения нейросети требует некоторое количество итераций, когда мы выдаем на вход данные, обучаем нейросеть, смотрим результат. Величина этих итераций зависит от сложности. Задача, которая перед нами стоит здесь, сульфиды довольно контрастны в отраженном свете, и поэтому сульфида от несульфидов довольно быстро научилась определять нейросеть, а затем училась отличать сульфиды друг от друга. Пользовательский интерфейс был создан для того, чтобы метод был доступен для исследователей, которые не обладают навыками программирования. Он не требует никаких взаимодействий с кодом программы и также позволяет использовать данный метод без установки какого-либо программного обеспечения, то есть он просто по ссылке работает. Серверная часть программного комплекса отвечает за обработку изображений, которые получает этот веб-интерфейс. При запуске сервер загружает в память модель обученную, и при запросе пользователи используют эту модель для автоматической расметки изображений и также расчета доли минералов. Результатами работы в данном случае является автоматически отрисованная маска минералов на изображении, наложена на исходное изображение с прозрачностью 50%, что позволяет визуально контролировать качество работы. также она подсчитывает непосредственно соотношение минералов с погрешностью. О получении погрешности чуть позже скажу. Несомненно, процесс обучения нейронной сети требует какое-то количество времени, и чем сложнее объекты, которые мы хотим определять, тем больше времени потребуется. Однако один раз обучив нейросеть идентификации необходимых минералов, этот метод можно в дальнейшем использовать многократно, в том числе для определения минералов в других типах пород. И это значительно упрощает рутильный процесс идентификации минералов. На этом слайде приведен процесс обучения нейронной сети. Вот это столбик с фотографиями участка шлифа, это столбик с ручной разметкой, а это столбик с разметкой нейросетью в различные моменты, в различные этапы обучения. То есть сначала, как я сказала, довольно хорошо определяла сульфиды от несульфидов, но плохо их друг от друга. В промежуточном этапе было вот так, и в какой-то момент нейросеть стала лучше определять, чем ручная разметка, потому что все вот эти маленькие дырочки, их очень сложно вручную разметить, и я это выделяю просто одним большим пятном. А нейросеть может это отделять друг от друга, при этом ей требуется порядка 20-30 секунд, а вручную на это уход несколько часов, в зависимости от размера изображения. Погрешность. Каждый раз, когда запускается в работу программа, нейросеть пятью различными моделями вычисляет долю этого минерала на изображении и получает какие-то значения, я их условно обозначила с 1 до x5. Затем вычисляется некоторое среднее значение доли минералов, и по вот этой формуле, где мы берем коэффициент 1,96 перед значением сигма, и на вот этом графике плотности вероятности видно, что как раз коэффициент 1,96 сигма нам будет добавить значение того, что число, которое мы получили, с вероятностью 95% находится в интервале, который мы выделили. Есть еще раз подробнее окно интерфейса. Вот это наше среднее значение, которое мы получили просто с помощью пяти моделек. Это наша погрешность, которую мы также посчитали. Погрешность выражается в процентах, она может варьировать от 2 до 15% в зависимости от особенностей исходного изображения. Если у вас получилась погрешность больше 15%, то считается, что отработала некорректно программа. Нужно либо дополнительно дообучить, либо что-то не так в одной картинке. Возможно, низкое разрешение, либо какие-то другие сульфидные минералы. В заключении хочется сказать, что нейронные сети активно применяются для автоматизации рутинных процессов в разных областях. В данной работе был представлен метод автоматизированного количественного анализа сульфидов, а именно перид, перотин и халькоперид, с помощью программного комплекса на основе нейронной сети. Погрешность данного метода от 2 до 15% позволяет значительно ускорить процесс рутинной минералогической характеристики. Этот метод уже применился на практике для исследования снимков участков сульфид, задержащих шлифов, канат пероциновых пород. Представленный метод является универсальным. При дальнейшем развитии его можно адаптировать для идентификации и количественного анализа большего числа минералов, также для работы с изображениями, полученными при других параметрах. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин